Когда Матильду нашли, изможденную и съежившуюся на обочине дороги, у нее можно было пересчитать все кости. Группа молодых людей, увидела ее на улице испанского города Мурсия, и сразу позвонили Тине Солера, основателю местного приюта для собак Галгас Дель Сол. Я никогда раньше не слышала, чтобы собака так плакала. Казалось ей очень больно, сказала Тина в интервью. Она кусалась, и разумеется нужен был намордник, но у меня его не было. Тина вытащила клетку из автомобиля, и сумела посадить в нее слабую, истощенную собаку. Меня так напугал ее вой. Быстрее поставила клетку в фургон и поехала. Было похоже, что борзую сбила машина, и она получила серьезные внутренние повреждения. Но анализы в ветеринарной больнице не подтвердили это. Тело изможденного животного сплошь покрывали клещи. С ней все в порядке. Просто она очень эмоциональная, сказала Тина. Еще щенок, а уже побывала в аду, написала Тина в Фейсбуке под фотографией спасенной собаки. Тина, мама двоих детей, не смогла оставить страдающую Матильду. Она привела борзую к себе домой, надеясь, что комфорт, детская компания и другие собаки помогут ей успокоиться. Борзые, которых Тина тоже приютила у себя, окружили нового товарища. Вскоре Матильда начала есть и перестала вздрагивать в ответ на осторожные прикосновения. Истощенная собака набирала вес и силу. Она замечательная, дерзкая, счастливая собака, которая теперь спокойно принимает лечебные процедуры. Борзых используют на охоте и в собачьих гонках, а в конце сезона, охоты многих из них часто оставляют на улицах. Трудно объяснить связь, которую я чувствовала, вспоминала Тина, когда он посмотрел на меня своими одухотворенными глазами, я поняла, что моя жизнь изменилась навсегда. Борзые традиционно не считаются домашними животными в Испании, поэтому спасательная организация подыскивает им хозяев в Великобритании, Соединенных Штатах и Бельгии. Тина и ее команда содержат около 150 борзых и собак смешанных пород. Приют полностью зависит от пожертвований и помощи добровольцев. В середине октября выздоровевшую собаку забрала к себе местная жительница. Матильда, которую сейчас зовут Дизи, со мной уже неделю. У нее все хорошо, она приспособилась к жизни в новом доме. Думала, что придется много работать над развитием ее уверенности. Я в восторге от ее прогресса, от ее энергичной решимости. Она милая и ласковая, я не могу вспомнить, какой была жизнь до ее прихода в нашу семью.